ой, у тебя есть зарядка для айфона? есть, да? у меня просто все мало так, всем привет ну что, уже вечер к вечеру у меня всегда настроение лучше чем утром вообще обычно у меня всегда хорошее настроение, но иногда бывают сбои системы сейчас у меня опять дышит нос, я вроде закапалась, еще раз закапываю и уходит плохо неприятно насморк это реально жестко, но у меня насморка нет, у меня наоборот все сухой нос не дышит привет, Ата, как твое настроение? настроение у меня, если честно, хорошее, но я очень сильно нервничаю потому что, если честно, я очень злая, последние дни, все вы знаете, что я скоро уезжаю и перед отъездом, блин, у меня куча геморроя так звучит, как будто он вылез у меня нет, в делах я имею ввиду, вот и, блин, кто-нибудь что сделает, нарежет эту фигню я не хочу, что такое нарежали а такие найдутся, ну ладно, дело не в этом короче, дофига всего непредвиденного вот, и я я очень много нервничаю прям очень много и даже вчера мне стало страшно и у меня прям, знаете, у меня вот здесь прям кипит все не знаю ну я с мамой разговаривала сегодня у мамы, у меня реально, почему-то мне стало страшно она говорит, не бойся когда я летела в Китай это был 2005 или 2004 год она говорит, мне тоже было очень страшно но, надо ничего не бояться брать все в свои руки и идти вперед да что случилось, да много чего случилось где-то там поднялась цена допустим, я рассчитывала там на одну сумму фигак, сейчас конгресс в Монако там, то есть все пятое-десятое сумма поднялась там ну короче, много чего вот так вот непредвиденного оно как бы произошло ты ела сегодня? Нет, я сегодня не ела у меня было две съемки, я только-только все закончила вот и кушала только одну печенюшку вот, и пила кофе все, больше ничего не ела блин, очень нервничаю вы не представляете почему-то такая нервная я же из-за этого злая немножко так, ты бы сделала себе, Ирина если бы тебе не нравился твой нос ну, если бы мне очень не нравился мой нос, то сделала бы ну, хотя он мне и так вот здесь вот он не нравится ну, как бы я не делаю ни грудь нет, потому что ну, не знаю как-то у меня нет таких прям больших проблем существуют, как бы, косметологи все можно сделать ну, как бы и без операций каких-либо вот так у тебя с блондом лучше мне, если честно кажется, что все-таки с темным я дороже ну, не знаю, не знаю ты идеальная спасибо большое, мой любимый мне очень приятно так, ты же делала нос я не делала нос я не знаю, с чего вы взяли, что я делала нос покажите мне какую-то одну фотографию там, я не знаю, все меня знает вся страна, грубо говоря, да каждый мой шаг ну, что-то я не знаю про все фотографии есть, а про меня нет, что ли да, да, ты с мамой увидишься перед отъездом нет, я маму не увижу я вообще маму свою не видела уже 4 месяца потому что она 4 месяца прожила в Таиланде ну, или там 3 с чем-то сейчас она уехала в Китай и я с ней увижусь только там она ко мне потом прилетит такая тупая блин, а я так претендовала на место с, не знаю Эйнштейна просто я сейчас так расстроилась я реально думала, что я, блин Эйнштейн, а ты мне так открыла глаза, блин так, ой блин, Эйнштейн меня так Винс всегда называют Эйнштейн фиш слушайте, ну конечно у меня стал нос уже, если я похудела ребят, у меня как бы все лицо стало уже раньше я была как бы девочкой не 49 килограмм а сейчас я девочка 49 килограмм есть большая разница в этом во-первых, есть секреты макияжа давайте не будем об этом забывать девочки ну я как бы реально очень сильно похудела сейчас я худощавая реально ну то есть 49 килограмм это реально худой человек когда я была после родов там 60 с хреном извините меня ну да, прикиньте заметненько как убрала живот после родов я просто убрала весь я не убрала конкретно живот я просто вся похудела и все обыкновенный еврейский нос я тоже не могу реально, обычный еврейский нос который везде сует который все время сует свой нос не в свои дела ты ведь неделю назад была 54 ну правильно, неделю назад было 54 неделя это достаточно много во-первых, я не хожу я не пользуюсь лифтом я хожу только пешком я практически даже честно говоря последний раз я ела нет, я ела где-то последний раз мне 4 или 5 назад и вчера еще ночью у меня такой немножко был срыв но все равно я немного так и съела а, нет, блин, печенье съела нормально, и винегрет она наяривала а так все, если честно я больше ничего не ела я, девочки, у меня такой очень сложная неделя я даже вот не заходила в прямой эфир не записывала сторис помимо того, что у меня съемки у меня было еще моих личных проблем очень много которые я в глубине, ну, внутри себя пыталась решить и я вообще не спала я спала, блин, по 3 часа я вот ложилась в 5 утра и вставала в 8 больше не могла спать и вчера у меня был такой кайф я вчера первый раз за все эти дни, получается, поела и легла спать я спала просто я прямо днем легла спать это было такое счастье я прямо удовольствие получила от сна потому что обычно я эти дни всегда спим ну, последнюю неделю-две я очень тяжелый график у меня ну, у меня из-за этого и появились синяки вы обратили внимание? у меня никогда в жизни, ребят, не было мешков под глазами никогда вот сколько лет я себя знаю столько лет я вообще не знаю, что это такое но из-за того, что я практически не сплю у меня стало вот здесь вот это появляться у меня это очень весит как вы делаете, как вы делаете? рот на замок закрыли и все и дел себе побольше напридумывали просто чтобы не было времени жрать и дома сидеть если вы в активном, как бы, режиме живете то вы не поправляетесь вот я обратила внимание, как только у меня появляется много свободного времени все, это беда ты сразу начинаешь, то одно откусил, то другое откусил, то третье а когда ты работаешь везде, у тебя нет времени есть так, ой, график востребован только не знаю куда ничего не поняла, если честно не знаю куда не знаю куда ответь, ответь, Леся пишет, на что Лесь тебе ответит так, сохрани, Фьертат, хорошо, сохрани как зарабатываешь ну, во-первых у меня есть инстаграм не будем забывать, что у меня хорошая страница которая приносит мне доход во-вторых, у меня племенкрант с тележки с мороженым сейчас вот как раз позавчера поехал Илюша надо договариваться по поводу места на пляже в Сочи так что в Сочи будет стоять моя карета с мороженым тоже племенкрант, у меня очень крутое мороженое такое необычное вот, ну, еще плюс я занимаюсь продажей вещей ну, то есть в принципе я много чем занимаюсь потому что я хочу работать и зарабатывать и я берусь за все вот что там еще? поэтому не знаю, ребят, занимаюсь всем подряд вот сейчас вот с мамой мама моя уехала в Китай сейчас ей послала деньги она мне купит товар как бы ну, я выбирала вообще все по своему вкусу на себя и это буду как бы уже в инстаграме вам преподносить как бы на себе вот а моя мама будет там все закупать и отправлять не знаю, ребята самое главное что, понимаете плохо, когда нет работы и нет желания работать я как бы хочу жить хорошо да, иногда если честно, девочки я вообще беру как бы больше чем я могу потянуть но я это как бы все делаю и мне бывает очень сложно когда, блин, реально понимаю что я что-то сделала ну, как бы не рассчитала свои силы и честно, часто оказываюсь в какой-нибудь жопе но я всегда из нее выхожу я понимаю, что под лежачий камень вода не течет если бы я все это не делала то у меня я не могу сказать, что я там предметов многое имею но я очень стараюсь очень стараюсь чтобы у меня что-то было правда и даже сейчас мой переезд в Монако вы думаете, так легко я понимаю, что я прыгаю выше своей головы и у меня нет столько денег сколько, как бы там тех денег которые там зарабатывают люди и это все прекрасно я понимаю но я хочу жить так же, как они я хочу двигаться дальше я хочу быть блин крутой среди крутых вот так да, сложно да, нелегко ну и когда я сюда приехала мне тоже было нелегко но я же как бы добилась своего я сделала себе крутой инстаграм который мне приносит на сегодняшний день деньги я пошла на проект куда тоже можно было прийти и через неделю уйти и остаться ни с чем сколько приходят ребят которые ничего не взяли с проекта да, просто пришли и ушли там обосрались, грубо говоря и ушли я свое добила до конца я выжила все по максимуму правда это факт вот сейчас возьмем я девочка да, то есть я ничего не говорю то есть я туда не вернулась потому что я как бы не дурочка а если бы я я бы как бы в принципе я могла просто туда вернуться и сидеть как бы и все и уст не дует но я не хочу я не хочу больше я знаю что я могу больше уже больше все я переросла этот момент я хочу идти дальше и зарабатывать намного больше да, сложно да, нелегко да, бывает сегодня хорошо завтра бывает плохо тут потеряла там приобрела всякое бывает тем более я с маленьким ребенком но я блин не отпущу я не сдамся у тебя у тебя нет никакой известности ты в курсе ну неправда неправда я как бы не могу сказать что у человека у которого 800 тысяч подписчиков что это что это нет известности я считаю что это достаточно огромное количество подписчиков действительно очень большое за что я вам очень благодарна что вы интересуетесь моей жизнью что я что я вам интересна и даже ты сейчас пишешь мне что у меня нет популярности но при этом ты меня в жизни не знаешь и ты сидишь на моей странице и смотришь мой прямой эфир понимаешь когда популярность это что это даже не звездность какая-то популярность это когда человек просто ну как бы социально популярный да который там у которого много людей знают ну получается что меня знает много людей разве это плохо разве там ну что в этом такого я ничего такого лишнего не сказала у меня нет звезды волку как бы я не какая-то там больная но по сути я сказала ну как есть. Нет? А где типа твое кафе? Так, слушайте, свое кафе я закрыла давным-давно, когда летела на Сейшелы. Это просто момент, где я потеряла очень большую сумму денег для меня. Лично, так как когда мы с Валерой должны были зайти на «Спаси свою любовь», это когда было, ну, летом, когда я полетела на Сейшелы, нам сказали, что вы заходите либо вдвоем, либо никак. Я говорю, я не могу зайти, потому что у меня кондитерская, которую я не могу рекламировать, находясь на проекте. Мне говорят, да, ты не можешь. И мы с Валерой пошли как бы на разговор, это уже было, мы уже вместе не жили, он говорит, ты что, дура, да где мы так быстро, типа, возьмем квартиру, тут осталось за 4 месяца, типа, возьмем хату для Бетти туда-сюда, что это очень круто, давай это сделаем. Я что-то посетила, подумала, думаю, действительно, ведь действительно, пока я этот бизнес раскручу, я плачу такую бешеную аренду на Тверской, думаю, действительно, мне нужно пойти и попробовать, ну, как бы, выиграть эту квартиру. Дальше вы все сами видели, пока я была на Сейшелах 11 дней, спасала то, чего нету, что меня просто, ну, я считаю, что, ну, ладно, не хочу ворошить прошлое, что было, то было, бог судья, как бы, ну, все, я, как бы, все прикрыла. У меня осталось, естественно, у меня осталось все оборудование, и вот это оборудование мое, именно, которое идет под мороженое, то, которое идет, что, не под кондитерскую, вот эти холодильники кондитерские, а именно, у меня отдельно такая очень красивая карета есть, я, кстати, могу на Кринсторис показать, да, у меня делают мороженое, делали еще мороженое, и вот эту карету я сейчас ставлю в Сочи на пляж, ну, не в Сочи, в Адлере. Сегодня вот Илюша ездил в муниципалитет, там все узнавал. Вот. Ябламились с квартирой. Слушайте, я, во-первых, сама ушла с конкурса, потому что я не готова, не ради какой квартиры жрать говно ложкой, смотреть на то, как мне изменяет муж на глазах, и на все вот это подобное. Поэтому я собрала все свои силы в кулак и ушла. И я не собираюсь унижаться, как бы, ради чего, не ради каких квартир, и вообще ни ради чего я не собираюсь так унижаться. Я считаю, что я достойный человек, я сама себе могу в жизни все сделать. Вот и все, я так и сделала. И мне никто не может ничего предъявить, потому что я провела там 10 дней своей жизни, и не участвовала в этом конкурсе. Поэтому, как бы, знаете, говорить такое. Также я не отдала своего ребенка никому. Я живу со своим ребенком, не знаю, когда... Я не знаю, я не говорю, что я какая-то там супер-хорошая, или еще что-то, но я считаю, что я молодец. Я не в преклонном возрасте, я, блин, все пытаюсь сделать сама. И я очень, как бы, я очень этому рада. Конечно, мне хочется помощи, но у меня есть такая плохая черта, что мне иногда стыдно сказать, что вот, что я нуждаюсь в помощи. У меня такая черта есть. И это очень плохо, на самом деле. Как быть сильной? Хочу быть такой, забыть любимого человека. Девочки, просто... Почему, например, у меня не было акцента, когда... Вы знаете... Да не нужно быть сильной женщине, давайте будем честными. Не нужно. Просто в моей жизни так сложились обстоятельства, к сожалению, что мне пришлось быть такой. Что я на себе возвалила очень много обязанностей, и у меня нет времени страдать. Я понимаю, что у меня есть обязательства. И я... У меня нет времени наматывать сопли на кулак. А так, девочке, не надо быть сильной. Это ужасно. Зачем девочке сила? Да ну нафиг. Не надо, девочке. Мне надо учиться этому. Просто я... У меня есть гордыня. Это моя большая проблема. Вот эта гордыня, это большой грех реально. Вот это вот плохо. Красивая очень. Спасибо большое. Ты классная. Спасибо. Так, я сегодня не за рулем, кстати, поэтому я читаю ваши сообщения и вижу. Так. Ты как относишься к Боне? Никак. Мы с ней не знакомы, поэтому у меня нет с ней личного знакомства, и я ничего не знаю. просто красивая девушка для меня. Тата, ну как загораешь ты с веснушками? В смысле? Обычно загораю, как и без веснушек. Куда направляешься? Я сейчас еду к деду, потому что там у меня бедочка, а потом поеду домой. Так, расскажи, Валера сейчас с Ирой? Нет, Ира встречается с Гриценко. И у них там с Бузовой теперь война. У Иры и Бузовой. Это, наверное, еще не показали в эфире. Они, короче, очень сильно поругались на лоб нам. Будет интересный эфир. Как вы водите себя из депрессии? Ответь, пожалуйста. Ну, во-первых, перестать себя жалеть, накручивать и так далее, и тому подобное. У тебя всегда есть выбор. Вот в чем проблема. Я, например, сама себя ловлю, когда я хочу быть злой, я прям начинаю себя крутить, накручивать, нервничать, думать об этом. И я понимаю, что я не могу это отпустить, потому что мне это, видать, в этот момент мне это необходимо. Но у тебя всегда есть выбор улыбаться или плакать. И выбор всегда за тобой. Если ты считаешь, что твоя жизнь достойна слез, значит, ты будешь себя жалеть, лежать и плакать. А если ты считаешь, что твоя жизнь достойна улыбки, то ты подойдешь к зеркалу и скажешь себе, что ты красавица, ты молодец, ты умница, у тебя все получится, ты достойна самого лучшего. И представь в этот момент, вообще знаешь, как сделать, подходи к зеркалу или даже не нужно к зеркалу подходить, просто представь то, что ты больше всего на свете хочешь. Как будто ты это уже приобрела, вот-вот тебе это подарили или вот-вот ты это купила. И ты почувствуешь, как у тебя в организме вот прям ты зарядишься такой энергетикой за секунду, у тебя поднимется улыбка автоматически, потому что ты представишь то, что ты безумно хочешь. Вот это очень важно. Это очень хороший такой тренинг, представлять то, что ты хочешь, так, будто бы тебе это только что дали в руки. И вот этот эндорфин, когда он начинает зашкаливать, и вот остановись, застынь в этом состоянии, оно очень поднимает настроение, оно поднимает улыбку, оно дает тебе определенный заряд энергии. Это правда, это работает. Потому что, прикинь, ты грустишь, 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 и тут бах, и ты представила, ну, например, я очень хочу Mercedes S-класса, да, S-ку-ку-пе, и вот ты закрыла глаза. Видите, я даже о ней говорю, у меня аж улыбка поднялась, потому что я реально очень хочу Mercedes S-класс-ку-пе, и вот я как-то прям представляю эту машину, вот, и все, и у меня улыбка на лице, и это мне уже подняло настроение, только мысли об этом, и поэтому вам нужно точно так же понимать, что вы очень сильно хотите, и представить, что это у вас уже есть, или что вы это очень, ну, думайте о том, что вам нравится, то, что вам приносит удовольствие, не думайте, знаете, какая большая проблема вообще очень многих людей, очень многие люди думают о том, чего они не хотят, то есть, например, блин, хоть бы это не случилось, блин, ну, хоть бы это не случилось, и вот ты такая идешь, и переживаешь, и блин, больше всего на свете не хочешь, чтобы кое-что произошло, но Вселенная не понимает, реально мир, как бы, он так устроен, что он не понимает, хочешь ли ты этого, или ты этого не хочешь, он просто считывает информацию, ну, как бы, он просто считывает то, о чем ты думаешь, и ты все время думаешь вот о том, чего не должно быть, а нужно всегда думать то, что должно быть в твоей жизни, и тогда это будет приходить в твою жизнь, иначе ты никогда не придет, потому что ты живешь в страхах, ты живешь в том, и думаешь, твои мысли заполнены тем, чего ты больше всего в мире боишься, как к вам может прийти другое, к вам придут только ваши страхи, иначе ты живешь Я ничего не забыла, интересно, хоть бы я ничего не забыла. Господи, как мне надоело все забывать. После того, что услышала, на душе полегчало. Правда? А почему тебе тяжело? Расскажи. Вам нужно быть психологом. Ничего себе, спасибо. Ну, когда тема мне близка, действительно, мне легче о ней говорить. Как это ты без сережек? Вы не представляете, у меня сегодня прямо горе. У меня нет сережек, и я чувствую себя голой. Мне прямо так хочется сережки. Мне кажется, они меня так украшают. Я вообще думаю, что сережки украшают любую девочку. Таточка, передай, пожалуйста, привет моему сыночку Полянскому Данилу. Данечка Полянский, я передаю тебе большой-большой привет вместе с твоей мамой. Я вас обнимаю, целую и желаю вам всего самого-самого наилучшего. Данечка Полянскому Данилу. Кто-то по гороскопу. Я рыба. Я литл фиш. Литл, литл, литл фиш. Привет, очень красивые у вас глаза. Спасибо большое. И без сережек ты тоже симпатичная. Респект, спасибо. Но сережек не хватает. Девочки, я сегодня куличко тоже забыла одеть. Вообще, девочка не должна ходить без украшений. Я считаю, что это очень красиво. Это все-таки не просто так придумали. Это как платье. Так, со светом и любезно. Рыбы мягкие, спокойные. Но если довести, то пипец, да. Если меня довести, действительно, может быть, крах полный. Я подниму всю воду, которую только могу задеть своим хвостиком. Слушайте, ребят, скажите, пожалуйста, есть ли кто-то в моих подписчиках и стюардесс? Мне очень-очень-очень-очень-очень сильно нужна стюардесса, которая будет лететь из Гуанчжоу в Москву. Потому что 22-го числа мне улетать. Но у меня вообще нету вещей. Я очень жду посылку от мамы. Но мама не успевает мне отправить товар. И я, блин, не знаю, что делать. Вот я хочу быть там самой красивой, самой стильной, самой модной. Если есть кто-то из стюардов, или, может, какие-то знакомые, меня интересует рейс Гуанчжоу в Москву. У меня подруга летит 19-го. Куда? Из Гуанчжоу в Москву? Блин, моя хорошая. Если это правда, я готова заплатить. Я просто, если это правда, если она завтра летит, моя мама все, что есть, ей завтра может передать. Блин, неужели это правда? Напиши мне, пожалуйста. Подожди, я сейчас скрин сделаю. Подожди, подожди. Я сейчас просто упаду. Боже, как ты меня обрадовала. Так, это написала Ясутен. Ой, наверное, как? Сейчас, я не успела писать. Я сделала скрин. Так, ты такая красивая, Тата. Знаю, мы очень ценим твое время, проведенное с нами. Мне очень-очень приятно. Огромное спасибо. Для меня тоже бесценно, что вы со мной, что вы приходите ко мне, что я вам не безразлична, что вы меня любите и дарите мне свое тепло, и заряжаете меня позитивом. Конечно, хватает тех, кто меня обижает. Это правда, мне очень часто бывает неприятно. Я считаю, что я не заслужила таких вещей. Но эта жизнь как бы нужна. Это расценивать как должное, что ли. У тебя разговор на английском, как у диспетчера в самолете. Не знаю. Но у меня вообще такой типикал американ инглэч. Сколько учила английский язык? Я не знаю. Я же прожила всю жизнь за границей, поэтому как-то с детства не знаю. Ребята из Грузии. Грузия, гамарджоба. Скучать будешь по России? Слушайте, ну я вообще-то буду часто приезжать, потому что в любом случае все съемки такие, какие-то крутые, фотографы, видеосъемки. Как бы у нас это все будет проходить здесь. Также гивы там или еще что-то. То есть я очень часто буду приезжать. И у меня здесь как бы дедушка, дядя, я их очень люблю. Я не смогу без них. Хата, скажи, ты будешь выходить в прямой эфир и радовать нас в Монако? Конечно, конечно, конечно. Блин, я, знаете, что больше всего люблю? Это когда я туда первый раз приехала. Я помню, я такая иду и понимаю, какое-то счастье. Зима, и растут апельсины, растут лимоны, блин. Я так люблю природу, если честно. Для меня это кайф. У меня летит брат 20-го с пересадкой в Москве. А его не выпустят тогда из Горнжоу. По-моему, если он выпустит, у него билеты аннулируются. 30-го вышло, пока зима. На каком показе мод? Так, подождите, ребят. Кто летит из Горнжоу? Сейчас реально кто-то есть, кто летит из Горнжоу в Москву? До 22-го числа. Пожалуйста, ребятушки, для меня это правда очень важно. Я готова заплатить. Я не знаю, все, что угодно готово сделать, но мне очень-очень надо. Выходи, пиши той девочке. А я той девочке сделала скрин, сейчас я ей напишу. Блин, я вообще просто... Если это правда, я реально, я просто офигею. Мне так нужна в этом плане помощь. Прям очень-очень-очень сильно. Правда, вот так сильно нужна. Прям жесть. Лечу. Что я лечу? Лечу. Я там. Где там? Потом расскажешь. Блин, ребят, кто-то вот... Ну, правда, вот я сейчас здесь могу запутаться. Я лечу. Китен смайл. Правда? Блин, вы не прикалываетесь? Кто-то... В какого числа ты летишь? Потом расскажи нам, помогли тебе или нет. Конечно, расскажу. Блин, главное найти того, кто мне поможет. Блин, я так хочу. Ну, главное, чтобы меня не обманули. Потому что меня вообще часто обманывают. Я уже к этому привыкла. Ну, мне не хочется. Что я с ума? У меня сердце разорвется. Вот этого, блин, я уже не переживу. Я и так очень много потеряла с Нового года, правда. Начиная... Вот на Новый год у меня началось 500 тысяч. Потом пошло-поехало. Это было очень... 23-го, блин, 23-го я буду уже... 23-го, 23-го. А 23-го ты во сколько? Может, я билет поменяю? 23-го во сколько ты прилетаешь в Москву? 24-го. Ну, не, ну, вряд ли у меня уже получится. Блин, я не знаю. Не, ну, остаться уже не смогу. Ну, и без вещей тоже это жесть. Так, ну что? Так, а вот я приезжаю сейчас в свой дом. Не берегу от своего дома. Но у меня ехать еще 23 минуты, потому что я иду к дедушке. В кресле дырка. Ну, может быть, я не знаю. Я в такси. Я не на машине. Ну, вообще-то, по-моему, не дырка. Это, наверное, так специально. А может, и дырка? Ну, не знаю. Машина не моя. Я мне, в принципе, без разницы, есть здесь дырки или нет здесь дырка. Так. Кто летит, мама может узнать там. Блин, мама не может никого найти. У мамы единственный вариант, как она это всегда делала, это как бы отправить. Потому что у нас есть стюардесса, которая летает из Пекина. Но это получается, моя мама как бы собирает, во вторники должно все-все-все прийти. И она такая, соберет все эти вещи, отправит в Пекин, и потом из Пекина стюардесса там привезет их в Москву. Это уже очень долго. А мне надо, чтобы кто-то вылетел именно из Гуанчжоу. То есть уже без Пекина. Тоже всегда садишься на заднее сиденье. Кстати, нет, сегодня я вперед села, я с Пельзи. Доченька уже хорошо разговаривает? Нет, она на своем разговаривает, на молдавском пока. Не-не-не, она там что-то рассказывает, так яро, такие эмоции, вообще капец. Блин, смотри, тут отряд хорошо едет. Правый, может поменяем? Конечно, когда за рулем, я настолько привыкла сама возить, что когда кто-то другой за рулем, когда я сижу за рулем, я думаю, блин, вот когда же это уже закончится, думаю, меня будут возить. Когда меня кто-то везет, я, блин, знаешь, я еду и думаю, вот я бы сейчас туда повернула, я бы сейчас так сделала, я бы сейчас вот это сделала. Это прям сильно напрягает меня. Дочь молдаванка. Ну, ребят, ну вы что, гоните, что ли? У тебя что там? Ну, ребят, ну, сейчас. Ну, что мне сейчас на это сказать? Твоя мама беременна от Никиты Джигурды и тайно скрывает это. Ну, ничего себе, какая у меня звездная семья. Так, привет, лучше мама поедет в аэропорт и передаст рейсам в Москва, будет надежнее. Блин, а я тоже ей такой вариант предложила, на 21 числа поедет в аэропорт по Любасу, но тоже страшно, вдруг обманут. Вот, прикиньте, допустим, я такая приезжаю, они ушли с моим товаром и все. Вот я прям не знаю. Вот хорошо было бы, если кто-то мою маму узнал, конечно. А так, блин, тоже опасно. Там девушка выше писала, что сможет привести. Блин, пожалуйста, девочки, если вы здесь, вот я могу вас потерять, напишите мне все варианты. Я хочу все варианты рассмотреть, потому что я очень переживаю. Вы мне так поможете, правда, я не знаю, я буду самой счастливой, если вы для меня это сделаете. Я не знаю, я вас, блин, поцелую в одно место. Так, Тата, ты веришь в ведическую астрологию и в натальные карты? Конечно, верю, девочки. Это все очень правдоподобно. И если бы вы разбирались чуть больше, да, там, это уже действительно надо изучать глубоко. И это реально очень похоже на людей. Еще есть такая штука, как карта рождения. Тоже очень интересно. Почитайте, почитайте карты рождения. Только, блин, если кто-то мне привезет, то вообще жесть. Какой кайф, ну прикиньте, какой кайф. Я за эти дни, девочки, я думала, я волосы себе на голове вырву, потому что у меня изначально были билеты на 20-е число. И мне мама говорит, да, ты не получишь ни 20-го, ни 22-го. И все, у меня прям паника, у меня чуть ли сердце не остановилось. И вот такая фигня, блин, день за днем. Будь счастлива, Таточка, спасибо. Это так важно. Я правда хочу быть очень счастливой, правда. Очень хочу. Но я уверена, что Боженька мне в этом поможет. Так, я как раз изучаю, вот именно это изучаю, только в начале пути. Значит, я тебе могу посоветовать один очень-очень интересный сайт. Кстати, девочки, это я вам всем рассказываю. Ой, куда все люди делись, по поводу интернет был плохой. Я сейчас вам это всем рассказываю. Есть такой сайт, называется Tragoz.ru. Там обязательно зайдите в раздел карты любви и судьбы. Что-то такое, я не помню. Обязательно посмотрите свою карту рождения. Там же, на этом сайте, и можно себе сделать расклад натальной карты и лунной карты, что тоже очень интересно. Короче, сделайте себе весь расклад. Там нужно вбивать данные, имя, ну нет, имя, время, рождение, город. Вот, что еще, не помню. Ну, месяц, да, ты, естественно, все вот это. Это все Меркурий виновата. Реально, это все Меркурий, девочки. Что и куда надо перевезти? Мне нужно перевезти до 22-го числа вещи из Буанчжоу в Москву. Еще раз сайт Tragoz.ru Потом обязательно мне отпишите, скажите вообще вам, ну, короче, если честно, я считаю, что это пипец какой крутой сайт, и я вообще держу такие сайты в секрете. Я, честно, никому такого не рассказываю. Я вообще с подружками отдельно сама всегда делаю какие-либо расклады, и они просто в шоке. Но я не могу с вами не поделиться такой информацией. Это реально очень интересный сайт. Нас сейчас не так уж и много. Обязательно зайдите, посмотрите, и потом отпишитесь вообще, как вам. Особенно ты, Астровете, обязательно посмотрите. Тебе, я думаю, понравится. Я сейчас забучаюсь в школе на профессионального астролога. Да ладно, блин, если ты сможешь для меня что-нибудь сделать, посмотри, пожалуйста, мне интересно. Я очень люблю астрологию. Таточка, ты будешь счастливой звучать. Тут вкусно, подожди, это же ты, Бетти, это ты? Слушайте, прикиньте, прикол. Я вообще была в шоке. У меня, где я живу, моя соседка, прямо соседняя дверь, это девочка, которую тоже зовут Бетти, вы представляете? Я когда узнала, мне сначала, а потом сказала моя мама. Говорит, ты представляешь, у нас девочка-соседка, ее, говорит, зовут Бетти. Я говорю, да не может такого быть. Она говорит, да. И вот мы с ней познакомились потом, и она, Бетти, блин, я вообще первый раз в жизни встречаю человека с таким же именем, как моя мама. Ой, как моя мама, говорю, как мой ребенок. Я поняла, тут вкусно, Бетти, это ты, блин, Беттичка. Я сегодня прочитала твое сообщение, и я желаю тебе... Я к тебе, кстати, не смогу пройти в гости, потому что 22 числа я улетаю. Но я желаю тебе успехов в твоем кулинарном начале. Если бы я знала, что ты целыми днями сидишь дома и готовишь, тем более ты была беременна, я бы к тебе ходила покушать каждый день. Но, блин, уже поздно. Хотя вы с мужем меня часто приглашали, блин, извините, я даже к вам ни разу не пришла. А вы, блин, даже твой мужик, когда я помню, даже подарочек Бетти дарила. Давно это было, когда она еще была совсем маленькая. Там зубки чесать и все такое. Ну, если я не ошибаюсь, ну, по-моему, я не ошибаюсь. Просто мне сегодня подписала Бетти, и, по-моему, это вот ты. Я люблю астрологию, родились мы с вами в один день. Я была бы так рада, в субботу заходила, но тебя не было. Да, блин, у меня, ты не представляешь, я вообще дома приезжаю домой очень-очень поздно. Я вот даже сейчас вот только закончила все, и то сейчас еду к дедушке, потому что там Бетти. Пока мы посидим, пока мы покушаем, пока мы поболтаем, пока я приеду домой, это уже будет целая история. И завтра, блин, я тоже вся забита. Но тебе большое спасибо за приглашение, правда, я желаю тебе больших успехов. Ребят, кто сейчас находится в эфире, давайте поможем тезке. Тезке не моей, моей Беттичке, вот, зайдите к Беттичке, к старшей, так скажем, Беттичке большой. Посмотрите ее кулинарный блог. Она только-только начала, и ей очень хочется в этом продвинуться. И, блин, я желаю тебе удачи. Спасибо, что написала мне, мне очень приятно. Надо же так, представьте, вот мы с ней соседки, мы прям живем в соседних квартирах. Но мы вообще очень редко видимся, и сколько раз, блин, меня приглашали, я даже ни разу не зашла, мне даже как-то неловко теперь. Огромное спасибо, правда, мне очень приятно, что ты так... Зачем передавать привет из Молдавии? Тата Молдавания не считает за людей, что? Что вы за бред такой говорите, вообще я не поняла. Вообще, как можно такое сказать? Вы что, невменяемое? Ужас какое-то все. Ужас. Блин, интернет плохо работает, походу. Все, здесь уже не ловит интернет. Прикиньте, они ловят интернет, походу. Все, сообщения перестали грузиться. А, все, пошли, пошли. Я просто в лесу каком-то еду, ну не в каком-то, я знаю, в каком я еду лесу. Вообще, этот лес я знаю хорошо.